Всем привет, с вами Синг. Авантюрин это новая фусюань, но с оговорками. Потрясающий персонаж на грани пауэр-крипа. Рука так и тянется запихнуть ему пару эйдалонов в трусы. Но не будем о грустном, поехали. Так сложилось, что я не успел приготовить реликвии под авантюрина, ибо пришлось качать Ахерон, Химика и Галлахера. Но даже в таком состоянии дядя закрыл буквально весь контент в игре. И любое зеркало, и чистый вымысел, а про виртуалку я вообще молчу. Верю, что вы, взрослые мальчики и девочки, сможете прочитать кнопочки без меня. Так что сначала быстренько пробежимся по двум главным билдам авантюрина, а затем начнется интересная часть про личный опыт и приоритеты. Если вы планируете делать мега тунчаса, то собираем 4 части рыцаря, или 2 плюс 2 со скоростным сетом. Во всех ключевых статах можно тупо собрать деф, хотя для надежности я рекомендую таки взять ботинки на скорость. В планарках берем киль под классических ДД, флот для дотеров, и пинакония неплохо зайдет под пожирателя луны, рацию или вельта. А вот саб ДД билд супер гибкий. Мы опять же упираемся в 4000 защиты ради пассивки, а вот мейн статы требуют калибровки. Разница между этими четырьмя вариантами не очень велика. В основном она упирается в выбор сетов и конусов. Поэтому после сбора 4000 защиты и 134 скорости можно смело вливать все в криты и элементальный урон. С сетами все тоже не так однозначно. С сигны или трендом галактического рынка проще всего собрать 4 части мертвых вод. В любом другом случае есть резон брать все те же 2 части рыцаря и миксовать с мертвыми водами, герцогом, скоростью, а может даже мнимым уроном. А в планарках все просто. Наконец-то защитные куски салсотты перестали быть мусором. И перед тем, как мы поговорим о конусах, надо обсудить, что же важнее, сигна или первый эйдолон. Я выбрал несправедливую судьбу по нескольким причинам. Во-первых, у нее безумное количество базовой защиты. Из-за этого даже в ужасной сборке у авантюрина априори будет много этого стата. К тому же, рано или поздно я буду билдить дядю в саб-дд, так что 40% крит урона не будут лишними. И, наконец, дебаф-пассивка конуса отлично синергирует сахерон и рацио, а под этих персонажей он в первую очередь и брался. Но первый эйдолон чертовски хорош. И на самом деле даже сильнее, чем у Фу Сюань. Авантюрин шикарно работает в пассивном режиме, но на Е0 ему все равно требуется раз в два-три хода прижимать Ешку, а для этого в пачке неплохо иметь ту же Искорку. Но первый эйдолон решает эту проблему, и мы можем вообще забыть о прожатии навыка. В итоге сигна позволяет легко балансить статы. В то же время первый эйдолон упрощает автобой и позволяет вообще не думать о Сустейне. Но лучше взять и то, и другое. Как говорится, Хорни Бокс, ссылка в описании. Про судьбу я уже все рассказал, давайте про остальные пушки. Язык не повернется назвать момент победы фритуплейным, и я не уверен, что стоит брать его из магазина, но это точно лучшая защитная пушка после сигны, и точно самый простой конус для баланса статов. Лучшим фритуплейным вариантом для урона будет новый конус из магазина зеркала, плюс у него достойная база защиты. Если не вышло забрать сигну, но нападал концерт для двоих, качайте, потрясающая опция. В роли чистого Сустейна шикарен первый день моей новой жизни, но как ДД, мэх. Я понимаю, что принято говорить, как хорош тренд галактического мира, но он нужен только для сборки Сахерон и с натяжкой для Рацию, потому что в остальных случаях откровенно слабая база защиты заставит попотеть со сборкой. Я дичайший фанбой Фусюань, и в целом по девочкам, но налицо денежный пауэр-крип. Сейчас объясню. Фушка один из двух персонажей, которые у меня есть на двух аккаунтах. Что абсолютно фритоплейное азиатское, без эйдолонов и без сигны? Что европейское, облизанное с ног до головы, Е1-С1? Обе закрывают любой контент в игре. Сейчас будет мое оценочное суждение, основанное на личном опыте. И учтите, что я обожаю Фусюань. На самом фритоплейном уровне Фусюань в целом удобнее и комфортнее. Сигна ее тоже дает для команды больше, чем сигна Авантюрина. Сигной и первым эйдолоном наступает паритет. Фушка чуть лучше саппортит, Авантюрин жрет меньше поинтов и больше сустейнет. Но вот дальше ситуация складывается в пользу Авантюрина, потому что эйдолон и Фусюань отстой. Ограниченная рациональность усиливает и общий урон команды, и синергирует с Сахерон и Доктором Рацио. Четвертый одновременно заливает урон и деф, шикарно вплетаясь в механике Авантюрина. А шестой позволяет добирать в команду три любых тела и закрывать весь контент соло Авантюрином. На ютубе уже есть пару видео на эту тему. Имха на данный момент это два лучших и удобнейших сустейна в игре. В идеале иметь и то, и другое. Не любите девочек? Берите Авантюрина. Не любите мальчиков? Берите Фусюань. А если вам просто хочется кататься лицом по клавиатуре, как и мне, то обоих. Но для китов лучше подходит Авантюрин. А про всяких гепардов я даже говорить не буду. Что можно сказать про команды? Для начала Авантюрина можно ставить куда угодно. Это вот сборка под Е2 Ахерон. В фриту плейна она тоже чувствует себя отлично. Бонус атаки топич. Даже в моей говносборке Авантюрин умудрялся в соло таргет под обилкой топаз вносить серьезные цифры урона. С искоркой было еще веселее, но просто потому что автобой любят прожимать щит. Внезапно в чистом вымысле тоже кайфово играть. Это немного не те бонус атаки, что я ожидал, но все равно очень клево. Попробовал на аккаунте подруги побегать с дракончиком. Тут как раз Е1С1 Авантюрин. Тоже очень комфортно. И действительно играется без нажатия навыка даже на боссе Авантюрине. Когда-нибудь я обязательно проверю, стал ли Ян Цинь играбельным. Но это произойдет не сегодня. Во всю эту бочку меда надо бы добавить ложку дегтя. Есть одна вещь, которая вызывала у меня негатив и раздражение. Сопротивление с таланта придает в самый ненужный момент. Притом сам Авантюрин не ловит станы, но вот команда делает это удивительно часто. Может быть я один такой анлакер? Поделитесь в комментариях. В остальном сложилось ощущение, что Лодж теперь плотно сядет на лавку. Опять же, монстры Пинаконии как будто специально заточены под мнимую уязвимость и щиты. И почему-то мне кажется, что в следующей эпической виртуалке, по типу Шестеренок и Роя, Авантюрин будет практически мазхэв вариантом. Мне он по личному опыту показался более синергичным с благословениями, чем Фу Сюань. Так что осталось терпеть две с половиной недели, чтобы не слить крутки на первый Эйдолон вместо Бутхила. Рекомендую забрать Авантюрина, даже если будет реран Фу Сюань. Он удобный и сильный, а чистый Сустейн билдится очень легко. Одобряю мальчика. Спасибо за внимание и поддержку. Надеюсь, вам было интересно и полезно мое мнение и опыт. Всем удачи в гачи и пока-пока.